Салют, пипл, с вами Хьюман. И сегодня я предлагаю взглянуть на топ 6 хорроров, которые мы ожидаем в 2021 году. Тянуть не будем, погнали! Конечно, это далеко не все хорроры, которые выйдут в этом году. Но именно они выделяются своим размахом, репутацией и хорошей рекламой. А значит, и крупным бюджетом. Медиум. Первая игра в нашем списке. Команда Блубер уже отлично знает, как правильно создать хоррор-игру. И хоть в прошлом у них были допущены определенные ошибки в игровой индустрии, тем не менее, это не помешало им конвертировать все это в опыт и красиво интегрировать психологические мучения с ужасом в свои новые проекты. В игре Медиум повествования заострится не в одном мире, а сразу в нескольких. Вы сможете испытывать свои нервы в игре со стилем параллельной реальности. Тут уж будет сложно отличить, что на самом деле реально, а что нет. И вы явно найдете в Медиуме нотки атмосферы Сайвент Хилла. А это я вам скажу, хороший знак. И кому интереснее подробнее узнать об игре, то вот вам всплывающая подсказка и ссылочка на игру в описании. The Outlast Trials Четкую дату релиза этого шедевра мы пока что не знаем. Тем не менее, Red Barrels уверенно продолжает свое наследие. Действие этого хоррора происходит во времена Холодной войны и по сути является приквелом. И знаете, что в этот раз меня заинтриговало больше всего именно в этом Outlast? Мы сможем играть с тремя другими выжившими после ужасных экспериментов во время войны. Что очень здорово добавляет социальный эксперимент, который мы еще не встречали в предыдущих сериях этой игры. Думаю, в этот раз Trials сможет нам представить контент сочнее, потому что отзывы второй части Outlast были достаточно противоречивыми. С одной стороны, игра дала больше свободы для игрока. С другой стороны, те же игроки шли шаблонным мышлением первой части. Хорошо это или нет, каждый решает сам. Но что мы точно знаем, это отличная серия хоррор игр, которая еще очень сильно может нас удивить. Resident Evil Village Я могу сказать просто. Тут будет высокая леди вампирша. И уверен, что после этого многие неустанно будут ее гуглить и как следствие ждать выхода полной версии игры. Ну, просто потому что она ссок. Но это далеко не одна причина ждать релиза восьмого резика. Village это не только продолжение культовой франшизы ужасов, но и похоже максимальное удовлетворение фанатов игровым процессам, механикой игры и сюжетам, которые будут повествоваться отличительней от второй и третьей части Резидентов. Внесение сюда крафта, от которого кайфанули многие игроки, когда проходили недавние ремейки, это оказалось отличной и рабочей идеей. Плюс возможность исследования мира не в коридорном варианте. Это большое преимущество. И тем более великолепный микс старого и нового, которые создают успешную формулу для сурвайвл хоррора. Марта Ис Дед Еще один психологический хоррор от создателей The Town of Light. И скажу вам честно, на первый взгляд игра выглядит завораживающе. Смешаны традиционные образы ужасов с почти мифическими подтекстами. Они создают определенную историю повествования в 1944 году, которая отчетливо демонстрирует, настолько жестокой была Вторая мировая война. А капельки сверхъестественных элементов ужасов вносят свою эксклюзивную изюминку в атмосферу. По мере роста напряжения в отношениях с Германией, мы обнаруживаем тело утонувшей и обезображенной женщины. Марты. Да, она уже мертва. А ее сестра-близняшка должна столкнуться с суровой реальностью и узнать истинные причины убийства ее сестры. Такая игра подойдет не только любителям хорроров, но и создана для тех, кто предпочитает военно-исторические события прошлого. В этой игре отлично раскрываются такие темы, как потеря важных людей, сожаления и семейные отношения. Само же повествование построено так, что собирая ту или иную информацию, вы с каждым разом будете задаваться вопросом, а так ли хорошо я знал эту сестру. Торментед Соулс. Измученные души – это та игра, которая более традиционна в своем жанре выживания, а именно сурвайвл хоррор. Очень многое в этой игре напоминает мне Сайлент Хилл с некоторой смесью сирены. Сама же история будет крутиться вокруг похищенной женщины по имени Кэролайн. Собственно, это и есть главная героиня повествования. И однажды проснувшись, Кэролайн обнаруживает себя полностью голой, лежащей в ванной и подключенной к проводам с устаревшим медицинским оборудованием. Так что ей нужно каким-то образом освободиться и сбежать из старой ветхой больницы. Полагаю, что в такой традиционной игре жанр нас будет ожидать скримота, ночные кошмары и в то же время гротескное любопытство к происходящему. Какое бы ужасное оно не было на самом деле. In Sound Mind Индия игра, которая отлично развивается в области психологического хоррора. И на самом деле, в самом названии игры кроется очень много подтекста, а сама же игра кишит исследованиями и загадками. В момент, когда обнаруживается многочисленное тело людей, которые стали жертвами загадочного химического вещества, именно главному герою предстоит выяснить, что тут стряслось, и постараться исправить положение вещей. Однако, это становится не так и просто, когда героя посещают дивные видения, которые усложняют распутывание клубка тайны. В итоге, в борьбе за здравомыслие и в поисках истины, игра обладает большим потенциалом, чтобы стать хитовой в своей нише. Да, конечно, есть еще игры, которые можно было бы упомянуть, но я считаю, что слишком там предсказуема механика, либо сюжеты повествования. Однако, есть и те игры, которые вообще непонятно, когда выйдут и выйдут ли. Тот же Day in Light 2. Господи, какой крутой трейлер, сколько ожиданий. Но уже и сколько времени утекло, и при этом никаких новых новостей. Конечно, можно еще вспомнить такие игры, как Unholy, Второй Сталкер, ряд еще других игр. Их нужно ждать. А какой поры, кстати, ждете вы, если ждете? Может быть, он находится в этом списке? Напишите в комментах, интересно почитать. А если вам такой видосик и остальные видосики этого проекта заходят, жмякните лайк, это двигает проект, и тогда я смогу выпускать еще больше видосов. Ну а с вами был Хьюман, кайповой вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok